Приватизация и сдача в аренду. Таковы основные источники пополнения Тверской казны, отметили депутаты Гордумы, комментируя итоги последнего заседания муниципального парламента. На нем же обсуждались основные параметры и непосредственно муниципального бюджета на ближайшие несколько лет. По сути, все самые важные законопроекты, рассмотренные в рамках сразу двух заседаний депутатами, так или иначе касались городского бюджета. В частности, речь шла о списке объектов для приватизации. Если говорить о программе на 19-21 годы, то парламентарии добавили 13 единиц. Кроме того, народные избранники обсудили прогнозный план на 20-22 годы, который включает в себя 127 объектов. В основном это нежилые здания, помещения и строения с земельными участками. Объекты, которые в городе не используются сейчас. Конечно, эти объекты перспективно для решения каких-то вопросов города не имеют большой ценности, поэтому они включены в план приватизации для пополнения городского бюджета. При этом у депутатов состоялась продолжительная дискуссия о внесении изменений в решение Думы об установлении и введении в Твери земельного налога. В частности, шла речь о льготе по его уплате для ипподрома. Выпадающий доход бюджета города Твери от предоставления льготы по нашим расчетам составит 1 млн 266 млн рублей в год. Правительством Тверской области было принято решение о компенсации бюджета города Твери выпадающих доходов. Тем не менее, парламентарии не проголосовали за это решение, поскольку речь о возможных потерях муниципального бюджета, а его доходы в течение ближайших трех лет и так будут постепенно снижаться. По крайней мере, об этом заявила начальник департамента финансов, зачитывая депутатам параметры главного финансового документа. Доходы бюджета 20-й будет 9 млрд 230 млн, 21-й будет 8 млрд 65 млн, 22-й будет 7 млрд 845 млн. При этом расходы бюджета будут выше, а следовательно, дефицит составит по 4% в 20-м и 21-м годах и 3% в 22-м. Причина такой ситуации в том, что 87% городской казны формируется за счет налога на физических лиц, на имущество, а также как раз за счет продажи и использования муниципальной недвижимости. А вот тут возможности для маневра сокращаются. Уменьшается у нас возможность по доходам по приватизации, потому что объектов для приватизации у нас становится все меньше и меньше. Также уменьшается поступление с арендных плат муниципального нашего имущества. Тем не менее, депутаты одобрили бюджет в первом чтении и также определились с датой публичных слушаний, когда документ представят на суд общественности 6 декабря. Кроме того, город ждет средства из федерального и регионального бюджетов на исполнение нацпроектов и программ. После этого и станет ясна полная картина того, как областная столица будет жить в ближайшие несколько лет.